Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью журналистам, в том числе зарубежным. Можно только поражаться, какой ложью сейчас наполнены страницы и сайты зарубежных изданий. Сергей Лавров дал ответы на самые актуальные вопросы. Он рассказал, изменилась ли позиция России после введения санкций. Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому, жестокому диктату. Если говорить откровенно, конечно, очень плохо, когда гибнут люди и военнослужащие, тем более гражданские, женщины, дети. Как это было 8 лет на Донбассе и как сейчас тоже происходит во время нашей специальной военной операции, которая призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории и проистекать с украинской территории. Но, конечно, это решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня. Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Ну, наверняка они получают указания из Вашингтона, у меня никаких сомнений нет, эта страна совершенно не самостоятельная. Но, тем не менее, должны состояться переговоры. Я не буду сейчас проходить детально по тем пунктам, которые рассматриваются, они по большому счету хорошо известны. Глава МИД России заявил, что наша страна больше не может позволить, чтобы с территории Украины исходила прямая военная угроза. И мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Российскую Федерацию. Такие угрозы закреплены в нынешних доктринальных документах киевского режима. И, конечно же, стремление, неуемное стремление Украины в НАТО и полное нежелание натовцев выполнять обязательства, которые требуют не принимать никаких мер, которые будут укреплять твою безопасность за счет моей безопасности. Конечно, это все является среди главных причин. Но я хотел сказать несколько другое. По большому счету, это ведь не просто ситуация на Украине, не просто задача по демилитаризации, деноцификации этой страны, не допущение того, чтобы на ее территории продолжались проявления геноцида, и прекращение любого насилия, и обеспечение украинцам возможности самим определять свою судьбу. Но речь-то ведь идет о миропорядке, и не случайно Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на наши абсолютно ясные, абсолютно четкие, опирающиеся на имеющиеся договоренности предложения касательно архитектуры безопасности в Европе. Я упоминал ключевой принцип, который был одобрен на высшем уровне, его БСЕ и в отношениях между Россией и НАТО. Да, право выбора союзов признается за каждой страной, но при этом ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. И при этом же ни одна организация не имеет права претендовать на доминирующую роль на пространстве Евроатлантики. Чем сейчас НАТО активно занимается? Ну а укрепление безопасности Запада за счет безопасности России, это уже стало притчей во языцах. И нам говорят, вы не волнуйтесь, включение Украины в НАТО или какой-либо еще страны, не являющейся сейчас членом Альянса, это не будет создавать угрозы для безопасности России. Ну с какой стати Запад за нас определяет, что нужно для нашей безопасности? Так же, как он за Германию, за Европу, американцы определяли, что нужно для энергобезопасности европейского континента и решили, что Северный поток-2 не нужен для обеспечения безопасности Евросоюза в энергетическом плане, поскольку эта безопасность будет обеспечена поставками американского сжиженного природного газа в несколько раз дороже. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что нас слушают, но не слышат, и пытаются нам всячески навязать свое понимание того, как дальше жить в Европе. В ходе беседы Сергей Лавров, говоря о сегодняшней ситуации, упомянул и об исторических аналогиях. Привел пример того, как Наполеон и Гитлер уже пытались подчинить себе Европу. А сейчас ее подчинили себе американцы, при этом указав Евросоюзу его место на мировой арене. История с Северным потоком-2 продемонстрировала это очень ярко. США хотят, чтобы им подчинились беспрекословно. Это, понимаете, это вот точно совершенно создается картинка на мировой арене. Как в Голливуде есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонажа, который, собственно, и является сценаристом этого боевика. Боевика. Печально. Я уверен, что эта истерия пройдет. Перебесятся наши западные партнеры. Я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии. Исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг к другу. Один из вопросов был о действиях президента Владимира Путина в этой ситуации. На него Сергей Лавров дал очень четкий и емкий ответ. Большой господин министр президент Путин. Его многие описывают на Западе как изолированного политика, который сегодня очень реагирует эмоционально. Когда последний раз вы его консультировали и принимает ли он консультации? Описывать то, что делает и как делает президент Путин, вы предпочитаете на основе того, что пишет о нем и говорит о нем западная пропаганда. Президент Путин в последние недели многократно и развернуто излагал нашу позицию, которая является отражением позиции российского руководства и вырабатывается в полном соответствии с конституционными полномочиями президента Российской Федерации и таких структур, как Министерство иностранных дел, Министерство обороны, специальные службы и Совет безопасности Российской Федерации. Эта работа проводится на повседневной основе в рабочем режиме, а еженедельно, как минимум, проходит заседание постоянных членов Совета безопасности России. Вот каков механизм выработки решений. Также были заданы вопросы, которые сейчас эксплуатируются западными странами, в частности об угрозе ядерной войны. Спасибо. Десятилетиями Россия и Америка поддерживали стабильность, несмотря на страхи, связанные с их ядерным потенциалом. Можете ли вы успокоить мир и сказать, что Россия не будет в ярости применять первое ядерное оружие? Нет, у нас есть доктрина военная, в которой описаны параметры и условия применения ядерного оружия. У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как нам пытаются вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. И прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали. Сначала, по-моему, господин Столтенберг в угаре пропагандистском, в желании понравиться самым радикальным силам на Западе, заявил, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет. В том числе, если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточноевропейских территориях. Ну, начнем с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать. У него его нет, есть аналитики. Но намек, который господин Столтенберг сделал, был весьма показателен. После этого и господин Зеленский стал заявлять, что мы вот возьмем и откажемся от обязательств неядерного государства и обретем ядерное оружие, вы это тоже помните. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жанев Ледриан, министр иностранных дел Франции. Когда он, так знаете, он сейчас очень любит горцевать, ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ. Вот так петушатся они очень часто. И он заявил в очередном, значит, сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это же не я говорю, это же и не Путин говорит, это они все стали. И потом, когда госпожа Трас, недавно назначенная на пост руководителю форин офиса, заявила, что она готова к конфликту между НАТО и Россией. И обратите также внимание на высказывание вашего президента, господина Байдена, когда, отвечая на вопрос о том, была ли альтернатива вот нынешним так называемым санкциям из ада, он сказал, альтернативой этим санкциям является только Третья мировая война. Всем понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но, обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются. Так всегда, именно журналистам из Нью-Йорка был задан наивный вопрос, как можно прокомментировать то, что ведется война на Украине, и весь мир обвиняет в этом Россию. В очередной раз представитель некой американской газеты говорит за весь мир, это обычная позиция тех, кто отзомбирован нынешней американской администрации и не имеет информации о реально происходящих событиях. Уважаемый господин министр, мы видим, что сегодня Россия бомбит Украину, и погибнут люди, и мир сегодня осуждает в единстве эти атаки. Как вы можете защитить позицию? С какого-то листа, вопрос короткий, но вы решили процитировать те слова, которые там у вас на бумаге. Я не могу комментировать вымыслы, каковых сейчас огромное количество. И если вы обратили внимание, Европа, Соединенные Штаты всячески стараются, ну Европу в основном прежде всего, всячески стараются закрыть любые средства массовой информации, любые источники, каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция, и как украинская армия, особенно украинские неонацистские батальоны ведут себя по отношению к мирным жителям. Они когда отступают, они просто грабят населенные пункты вот на Донбассе. Их стали ополченцы Донецка и Луганск выбивать с территории. И они уходят, отнимают у жителей машины, отнимают технику. В общем, ведут себя как мародеры и грабители. И много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит. Вот поговорите с индийцами, арабами, африканцами, которые сейчас пытаются уехать из Украины. Их не пускают. И вот буквально вчера премьер-министр Индии разговаривал с президентом России, озабочен тем, что один индийский гражданин, студент погиб на Украине в Харькове. В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию. Мы готовы принять этих студентов. Но перечислять факты мне сейчас просто времени позволяет. Я вас приглашаю на сайт нашего министерства, где подробнейшим образом описывается то, что творит сейчас киевский неонацистский режим. Вы, я знаю, любите слово «убийца». Вот на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. С нами на связи Пекин, медиакорпорация Китая. Вы говорили о нацистах. Считаете ли вы, что президент Езеленский, первый еврейский президент Украины, частью меня была убита в Холокосте, является нацистами и неонацистами? Иначе мне очень трудно объяснить, как президент Езеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом. Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия. При этом для этих факельных шествий президент Езеленский выделяет свою охрану из роты почетного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсии, провокации. Все это происходит при президенте Езеленском. И, конечно, когда он заявляет о том, что его дед воевал, ну, посмотрите, какие он подписывает законы. Как может президент, который является человеком мира, как любой еврей должен быть, подписать закон о коренных народах Украины? И среди коренных народов нет русского народа. Как может президент, который не является расистом, подписывать и поддерживать законы, которые запрещают русский язык не только в школах, что само по себе безобразно, не только в сфере образования, но и вообще в повседневной жизни? Там запрет на то, что если ты пришел в аптеку и попросил лекарства на русском языке. А в России, между прочим, в Крыму, о котором так пекутся некоторые люди на Западе, три государственных языка, чего никогда не было при украинской власти. Русский, крымско-татарский и украинский. И любой гражданин России, живущий в Крыму, имеет полное право в любой государственный или там местный офис обратиться на своем языке. И ему обязаны ответить на том языке, на котором он обращается. Поэтому я могу долго перечислять. Вы посмотрите опять. Я знаю, что вы любите такие яркие образы лепить достаточно быстро. И у вас нет времени на то, чтобы заниматься фактами, вчитываться в них. Зайдите хоть раз, потратьте хотя бы полчаса на сайт нашего министерства, на сайт Министерства обороны Российской Федерации. Ну, я понимаю, что вам не разрешат возвышать свой голос. Вот французская журналистка, вчера, по-моему, президент Макрон заявил, что обвинять Зеленского и Украину в том, что там процветает нацизм, это ложь. Ну, мы ему уже ответили. Но ему ответила лучше всех других его же соотечественность. Французская журналистка, которая выложила, посетила Донбасс, описала, как она наблюдала обстрелы школы, как она наблюдала убийства двух женщин, которые в этой школе работали, и как она пристыдила всех западных деятелей, которые отказываются это видеть. Ей, конечно, не разрешили это публиковать, но в соцсетях этот комментарий доступен. Поэтому приглашаю просто с фактами знакомиться, а не пытаться делать вид, что вот тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть, как я уже сказал, абсолютное зло и абсолютное добро.